Что такое лоскутное шитье? Забытое бабушкино ремесло, высокое искусство или новое современное течение, набирающее все большую популярность как в Беларуси, так и за рубежом? Этим вопросом задались все участницы экспозиции. Это рукодельницы Бреста и активная молодежь города. Своеобразный экскурс в мир техник и вариаций лоскутного шитья провели для брещан организаторы встречи. Это возрождение такого народного ремесла, как лоскутное шитье. Сегодня я заметила, что очень мало людей занимаются этим. Это действительно сама обратила внимание, когда мы готовили эту выставку, что даже в журналах, в периодических изданиях достаточно узко представлена именно эта техника народно-декоративного творчества. Мы решили как раз дать старт этой замечательной в такой работе. Экспозиция демонстрирует различные техники и вариации современного лоскутного шитья, создаваемого руками как опытных мастеров, так и непрофессиональных художников по текстилю. Этих людей объединяет одно. Для них данная деятельность не просто разовое увлечение, это любимое дело, это отдых и ремесло одновременно. Рукодельницы утверждают, даже из неприметного вороха обрезков можно сотворить настоящий шедевр. Эта работа требует большого промежутка времени, чтобы создать, требует большой аккуратности, терпения и вообще воспитывает художественный вкус, потому как сочетание цветов, это так кажется, что оно там безумно и нечаянно вот так это вот произошло. На самом деле очень обдуманно, потому что пока женщина приложит, этот лоскуток не идет, вот этот не идет, и какой-то из десятой попытки, может, они только сочетаются. Лоскутное шитье с каждым годом приобретает все больше поклонниц. Рукодельницы утверждают, если хоть единожды испытать состояние творческого подъема, то с этим делом женщина уже не попрощается. Яркие и красочные произведения не только создают настроение, но и приобщают к самобытной народной культуре.